Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей, и сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. И мы читаем, и было слово Самуила ко всему Израилю. Самуил стал пророком Божьим, и его пророчества исполнялись буквально, все, что он говорил, как мы прочитали в третьей главе, ни одно слово не оставалось неисполненным. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились эстаном при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. Есть библейские законы ведения войны, они находятся в Пятикниже Моисея, и там подробно обговаривается, кто может идти на войну, кто не может идти на войну, как начинаются те или иные военные действия, как осуществляется осада, например, города. Если говорить о библейских законах ведения войны, а для четвертой книги царей они очень важны, потому что здесь очень много описано о разных военных конфликтах, и нам надо знать эти законы, то по этим законам, когда народ Божий отправлялся на войну, они получали благословение от священников, и в Пятикниже есть специальная молитва благословения, которую должен был произносить священник для военнослужащих перед битвой. На войну брали не всех. На войну брали не всех. Брали, как правило, от 20 до 60, до 50 лет в те времена. Кого нельзя было брать на войну? На войну нельзя было брать человека, который еще не создал свою семью. Закон Божий, закон Моисеев учит, что если человек не создал семью, не женился, не родил первенца, не построил дом для своей семьи, не насадил виноградник, не собрал первый урожай, не выпил сладкого вина вместе с друзьями, с этого урожая его нельзя брать на войну. И когда на войну берут, предположим, какого-нибудь безусого, совсем молодого человека, который ни сына не имеет, ни дома не построил, ни дерева не посадил, ни виноградника нету, жены нету, с точки зрения закона Божия это предусудительно. Поэтому заповеди Божьи, они очень категоричны в этих вопросах. Они научают нас тому, что человек, когда идет на войну, должен знать, за что он идет на войну, то есть что он будет защищать. Если у него за плечами дом, жена, ребенок, он знает, что он защищает. И он готов к смерти, потому что его имя не пропадет в его народе. Также по закону Божию было запрещено брать малодушных, трусливых, то есть были категории мужчин, которых просто не брали, поведение которых было не мужское поведение. Они могли себя вести как-то не так, были какие-то не такие, их не брали по закону Божию, потому что эти воины были воины Господни, и любой паникер здесь выглядел как некий богохульник. С другой стороны, законы ведения войны по Библии, они определяли, что надо соблюдать святость воинского лагеря, потому что Господь ходит среди воинов своего народа. Поэтому по этим законам каждый солдат должен был иметь лопатку, что когда он пойдет по нужде, чтобы он выкопал ямку вне стана, сходил по нужде и закопал бы свои испражнения, потому что Господь присутствует в стане. Библейские законы ведения войны, они предусматривали также экологические аспекты. Например, сказано, когда ведете осаду города, и там у города растут плодоносящие деревья, не вырубайте их. Казалось бы, это чужой город, чужое дерево. И в Пятикнижии сказано немножко так сарказмом, дерево не человек, оно не может убежать от тебя. Но самое удивительное в библейских законах ведения войны это предписание, когда подойдешь к городу, чтобы осаждать его или к стану врагов, предложи им мир. Если они примут мир, имеется в виду, устранив все вот эти конфликтные моменты, тогда войны не будет, а если нет, тогда необходимо вести военные действия. А царь Давид, кстати, ввел тоже некое положение в библейские законы ведения войны. Он установил принцип, что как те, которые воюют, и как те, которые в обозе, получают одинаковую награду. Он же сам, когда был подростком, он находился в обозе. И он знал как бы эту ситуацию. И мы читаем далее. «И выстроились филистимляне против израилетян, и произошла битва, и были поражены израилетяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек». То есть это сражение оказалось проигранным народом Божьим. Господь иногда посылает поражение и своим с целью вразумить народ, заставить его задуматься, а тем ли делом они занимаются. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами. «Возьмем себе из Силома ковчег Завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Ну, это как перед Бородинской битвой доставили икону Смоленской Божьей Матери, и перед ней совершался молебен. А здесь они хотят из Силома взять ковчег Завета. Что такое ковчег Завета? Это ящик, окованный золотом, внутри которого были, скрижали Моисеева закона, расцветший жезл Аарона, а на крышке этого ковчега были изображения двух херувимов со спростертыми крыльями, и между этими крылами был слышен голос Бога, когда Бог обращался к кому-либо из киней собрания вот именно с этого места. В Пятикнижии так и уточняется, что над крышкой ковчега между крылами вот этих изображений херувимов глаз Божий будет звучать. И послал народ в Силом, чтобы взять ковчег, чтобы он вдохновил всех воинов, и чтобы одержать победу. «И принесли оттуда ковчег Завета, Господа Саваофа, сидящего на херувимах, а при ковчеге Завета Божьего были и два сына, Ильевы, Офни и Финес». Надо сразу сказать, что судьба Офни и Финеса она такая очень сложная. Да, они были нечестивые люди, да, они совершали очень опрометчивые поступки, серьезные грехи, но кончина их была все-таки героической. Они погибли, защищая ковчег Завета. И здесь мы видим, что они приставлены к этому ковчегу, они отвечают за его сохранность. «И когда прибыл ковчег Завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». То есть вся эта масса людей стали приветствовать неким таким общим криком прибытия этой святыни, этого ковчега. «И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» Для них это было непонятно, только что евреи потерпели поражение, и вдруг такой подъем духа, такой крик единодушный, и узнали, то есть через разведчиков, что ковчег Господень прибыл встан. «И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним встан». В понимании филистимлян каждый народ имел своего Бога. Были боги филистимлян, были боги египтян, и в их понимании еврейский народ считался слабым народом, потому что у них был один Бог. Но при этом они могли помнить о том, что этот Бог был мощный, тот, который вывел из Египта еврейский народ и сокрушил богов Египта. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, когда разведчики пришли в Иерихон, то там местная блудница сказала этим разведчикам, «Мы слыхали, у нас все князья в ужасе, как Бог вас выводил из Египта». «И устрашились филистимляне, и сказали, Бог тот, то есть тот, известный уже, пришел к ним встан, тот, о котором слыхали уже филистимляне, как он потопил египтян в Черном, в Красном море. «И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня, горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога». Они были напуганы. Феодорит Кирский в трактате о провидении пишет, «Из всех народов только этот народ выбрал учителя боговедения». Об этом свидетельствуют и иноплеменники, убоявшиеся прибытия Ковчега и говорившие друг другу, это тот Бог, который поразил египтян, горе нам, иноплеменники. И Бог передает Ковчег иноплеменникам для того, чтобы изобличить беззаконие народа, собственного народа. Через темляне трепетали перед этим Ковчегом. А потом они одержат победу, да еще и Ковчег захватят. И Феодорит Кирский пишет, «Ибо не следовало тем, кто явно приступил закон, делать закон своим союзникам». Как можно прикрываться религией, если ты нарушаешь принципы религии? Как прибегать к помощи святыни, если ты оскверняешь мир вокруг себя своими собственными грехами? И Феодорит оканчивает, «Однако и переданный Ковчег сохраняет святость», то есть захваченный Ковчег, научая иноплеменников тому, что они победили не Бога, а беззаконие людей. И наша русская церковь была в большевистском пленении, и греческая церковь под турками до сих пор. Но святость любой поместной церкви сохраняется даже тогда, когда свет, как говорится, во тьме светит, и тьма не может его объять. Итак, филистимляне кричат горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. «Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне», говорят они себе, «чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении, будьте мужественны и сразитесь с ними». То есть, да, конечно, они пришли в панику, но Бог попустил им и пережить такой подъем эмоциональный, потому что Господь решил наказать евреев, отнять им у них ковчега. И действительно, ведь ковчег принесли два священника, эти те самые священники, которые бегали с вилками по храму, выхватывали куски мяса и спали с женщинами в церковном притворе. И рассчитывают на то, что это будет спасение для людей, прикрыться святыней, но при этом сами-то они не были святы. А библейские законы ведения войны, они устанавливают, «Будьте святы, ибо Бог ваш свят». И что происходит далее? Далее описывается, как ковчег Божий был взят филистимлянами. «И сразились и филистимляне, и поражены были израилетяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израилетян 30 тысяч пеших». Надо сказать, что в то время в основном пешие войны были среди еврейского народа, у них могли быть ослы, лошаки, но, собственно, коней у них не было длительное время. Это там при царе Соломоне, да, у них были колесницы, кони, а тогда даже и оружия не очень хватало. «И ковчег Божий был взят, то есть взят в плен филистимлянами, и два сына Ильевы, Офни и Финес умерли». Есть древнее предание, которое восходит ко временам второго храма, о том, что ковчег Божий захватил Галиаф, тот самый, по преданию сын Орфы, сестры Руфи, которого убьет Давид, который правнуком Руфи является. И Галиаф же уничтожает Офни и Финеса, и они умирают, но умирают, защищая ковчег Завета. Да, жизнь этих людей, она не очень сложилась в духовном смысле, но такая кончина от этого чудовища Галиафа, символа Антихриста, она могла очистить этих людей. И мы знаем, что многие мученики, собственно говоря, до мученичества, до исповедания Христа, вели очень неправильный образ жизни, как в Ванифате многострадальный, и многие другие, но потом совершенно очистились в собственных страданиях, как бы собственной кровью, искупив свои грехи. Потому что, собственно говоря, от священников не требовалось, чтобы они бегали там по полю боя, но получилось так, как получилось. И представьте себе, как волновался старец Ильи. Почему он волновался? Он всегда трепетал за ковчег Божий. Это главная святыня Израиля. И мы читаем. И побежал один вениамитянин с места сражения, пришел в селом в тот же день, одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Есть предание, что этот вениамитянин – это будущий царь Саул. Когда пришел он, Ильи сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел. Смотрите, он сидит на седалище, причем он сидит на крыше своего дома. Там крыши были плоские. И он специально попросил, чтобы его посадили на эту крышу, поставили его в седалище, потому что он был очень тучный, и он чаще лежал от немощи. И он смотрел, какие новости, какие новости. Когда пришел он, Ильи сидел на седалище при дороге у ворот, чтобы видеть, кто пойдет по дороге, побежит по дороге, кто войдет в ворота, и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Здесь не сказано, что сердце его трепетало за его сыновей. Он уже знал, что Господь определил их к смерти. Конечно, он переживал за своих сыновей, но его сердце трепещет за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко выстенал весь город, все стали плакать, рыдать. А что он объявил? Ковчег захвачен. И услышал Ильи звук вопля и сказал, а чего такой шум? И тот час подошел человек, тот и объявил Илью. А Ильи-то был пожилой человек. Ильи был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть, то есть он уже и пророческим духом не мог распознать, что такое произошло, такая беда, и дети его погибли, и ковчег, о котором он трепетал своим сердцем, захвачен. И сказал тот человек Илью, «Я пришел из Тана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Ильи, что произошло, сын мой? Он же трепещет за ковчег, этот старец. И отвечал вестник, вестник этой трагедии, и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами. Ильи – это как-то еще может Ильи выслушать. И поражение великое произошло в народе. Это тоже Ильи может еще как-то выдержать. И оба сына твои, Офни и Финес, умерли. Эту ужасную весть тоже может как-то выслушать Ильи. Но вот когда говорится, и ковчег Божий взят, в Библии дальше сказано, когда упомянул он, этот вестник этой трагедии, о ковчеге Божьем, Ильи упал седалище, навзничь у ворот, сломал себе хребет, ибо он был стар и тяжел, был же он судьей Израиля 40 лет. Вот эту новость он не смог пережить. Ориген в своих гамильях на другую библейскую книгу «Исход» он пишет «В самом деле, каким образом будет справедливо сказать об этой скинии, что в ней живет только тот, у кого руки неповинны, сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно. Когда история царств, то есть книга царей, сообщает, что в скинии Божьей пребывали дурные священники, сыновья чумы, и сам ковчег завета, захваченные иноплеменники, удерживался у нечестивых и непосвященных. Из всего этого ясно, что пророк понимал эту скинию совершенно в ином, то есть в духовном смысле». О чем здесь пишет Ориген? Ориген здесь пишет о том, что вот этот ковчег завета – это видимая скиния. Да, это святыня. Да, это великая святыня. Но есть другой ковчег завета. Есть скиния небесная. Есть ковчег небесный. Есть небесный Иерусалим, город от Бога, как говорится в книге «Откровение на Богослово». Потому что все, что делал Моисей, он делал по образу небесной скинии. Так говорится в Писании, в самом Пятикнижии. Иероним Стридонский из толковой слова «Илий сломал себе хребет и умер» пишет, «Смотри, какая чистота должна быть в епископе, что даже если сыновья его нечестивы, то он не может быть епископом. И тем же пороком оскорбляет Бога, как и священник Ильи, который хотя и не одобрял сыновей, но не отверг нечестивцев, а потому и упал, и умер, прежде чем угас светильник Бога». Очень сурово блаженный Иероним выговаривает Ильи за то, что он как бы прикрывал своих сыновей, он должен был их отвергнуть. И Цезарий Арский пишет, это очень интересный комментарий, «Строгая проповедь дает исцеление душе больной, а здоровые становятся украшением». Да, дети Ильи были больны, и отец должен был их исцелять строгим вразумлением. Цезарий продолжает, «Вовсе немалое то, чем Дух Святой грозит священникам Господним. Если не скажешь нечестивому о беззаконии его, говорит он Господь, я взыщу его кровь с рук твоих». И опять же у Исаии 58.1 «Взывай громко и удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его». То есть надо не просто обличать, надо делать это решительно, громко, чтобы и других устрашить. И Цезарий рассуждает далее. «И вот, возлюбленные братья, я очищаю совесть свою предачами Бога всякий раз, как смиренно прошу о спасении ваших душ». То есть прежде чем Цезарий Арский отправлялся в храм для совершения службы, он сначала свою душу очищал. «Ибо я, боюсь и содрогаясь, помня пример священника Илья, который, услышав, что сыновья его прелюбодействовали, пренебрег наказанием их смертью или изгнанием, но всего лишь легко пожурил». А как он их пожурил? Он говорил, «Дети мои, нехороша молва, которую я слышал о вас». Цезарий продолжает, «Но несмотря на увещевание, он же очень легко их увещевал, их можно было смерти предать по закону Божию, он ничего этого не сделал. «Но несмотря на увещевание, он упал в седалище на взничь у ворот, сломал себе хребет и умер, и имя его вычеркнуто было из книги жизни, потому что не наказал своих сыновей с надлежащей суровостью». Но мне кажется, Цезарий слишком строг, ведь сердце-то его трепетало не о сыновьях, даже не о народе, а именно о ковчеге Божьем, как бы эта святыня не оказалась в поругании». И последняя тема этой главы рождение Ихавода. Невеска его, жена Финесова, тот, который погиб, защищая ковчег от рук Голиафа, по преданию, была беременна уже перед родами, и когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упал на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. Для нее самая страшная новость последняя и мужа своего. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей, «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания и назвала младенца Ихавод, сказав, «Отошла слава от Израиля со всятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала, «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». А чему нас может научить этот текст библейский? Вот эти слова, «Не бойся, ты родила сына». Действительно, женщина спасается в чадородье. Ее жизнь имеет продолжение. И когда она рожает ребенка, она исполняет заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь непосредственным, самым непосредственным образом. Однажды ко мне в храм пришел один мой знакомый и сказал, «Вы можете поговорить с моей дочкой? Она вот сейчас в очень тяжелом состоянии, у нее задержка с родами, она очень переживает, может быть, сегодня разродится». И он набрал ее номер, и я взял телефонную трубку, и она со слезами спрашивала меня, «Что делать, батюшка? Что делать? Вот тяжело идут у меня роды». Я ей сказал, «Забудь обо всем, помни о том, что рождение ребенка – это Божья заповедь, повелевающая заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Иди, рожай ребенка, с мыслью, что ты исполняешь эту волю Бога, его святую заповедь, а в Писании сказано, исполнивший заповедь, будет жив этой заповедью. Эта женщина родила. Поэтому окончание этой головы научает нас именно тому, что, исполняя закон Божий, мы живем законом Божьим, какие бы трудности не окружали нас и бедственные обстоятельства жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok